Друзья, сегодня вы узнаете список лучших акций для покупки в мае 2024 года. Это будет мой традиционный ролик, в котором я ежемесячно даю какие-то тактические идеи. Еще плюс две идеи, эксклюзивные, опубликую только для своих подписчиков в телеграм-канале, который называется Путь Инвестора. Обязательно подпишись и стань 40-тысячным подписчиком канала. По традиции посмотрим результаты предыдущего прогноза, который я делал месяц назад. Итак, результаты. За месяц «Газпром» нефть выросла на 0,9%, «Роснефть» на 2,8%, «Магнит» 6,4%, «Газпром» 3,8%, «Х5» минус 10%, «Сбер» плюс 3%, «Лукоил» плюс 7%, «Европлан» плюс почти 10%. Индекс московской биржи за это время прибавил 4%, и впервые, наверное, с июня 2023 года мой совокупный прогноз оказался хуже индекса московской биржи. Все дело, конечно же, вот в этой компании, потому что практически в начале апреля торги по ней были приостановлены. Тактически эта идея оказалась провальной, однако в долгосрочной перспективе я продолжаю считать эту компанию очень перспективной. Вот буквально 3 мая было опубликовано решение суда, соответственно, в течение 4 месяцев можно ожидать начала торгов по этой бумаге. Безусловно, удачным этот прогноз апрельский назвать нельзя, посмотрим, какие результаты будут в мае. Напоминаю, что вы находитесь на канале Путь Инвестора, с вами Артем, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие ролики, и мы начинаем. Отслеживая информационное поле сейчас, у меня сложилось мнение, что практически все аналитики считают, что наш рынок в моменте переоценен, и что ему нужна коррекция. Я с этим в корне не согласен, я, конечно, допускаю ее, и, возможно, на дивидендных гэпах мы там действительно по индексу попадаем. Однако, если мы посмотрим на ПЕ индекса Московской биржи, то среднее значение в 2014-2013-2023 году у нас было 6,6, и посмотрите, мы уже который год ниже этих средних значений. Поэтому, может быть, локально мы и попадаем на дивидендных гэпах, однако я считаю, что перспектива у наших компаний, перспектива роста, она присутствует. По мнению Сберси Айби, ожидаемые выплаты дивидендов весной-летом 2024 года составят 3 триллиона рублей почти. Ну, здесь по Газпрому пока поставим так вот многоточие, однако все равно это очень огромная сумма, часть из которой в любом случае вернется, будет реинвестирована обратно в рынок. Плюс ко всему, если удачно удастся обменять заблокированные активы там до 100 тысяч рублей, то уже осенью наш рынок может вернуться, ну, если не вся сумма в 100 миллиардов рублей, то там процентов 10-15, то есть 10-15 миллиардов рублей. Это тоже довольно-таки неплохая подпитка для рынка. Плюс не забываем, что у нас так или иначе развивается какой-то похожий на иранский сценарий, то есть у нас закрытый рынок, деньги во внешний контур уходить не могут или это делать очень трудно, поэтому по идее наш фондовый рынок просто обречен на рост. Еще один момент, о котором мало кто говорит. Посмотрите, как за последние несколько лет выросли цены на все товары и услуги. Так почему же акции у нас должны оставаться на уровне 2021 года, когда автомобили, квартиры, не знаю, стрижка, все выросло уже значительно. Продолжаем. Прибыль российских компаний растет, дивидендная доходность российских компаний растет. В таких условиях, на мой взгляд, перспективы у нашего рынка самые радужные. Но, как говорится, есть один нюанс. И в нашем случае он очень серьезный. Это геополитика. Продолжается СВО. И вот нашел я такой график на подумать из книги «История инвестиционных стратегий». Смотрите, это цены на акции в Англии 1935-1945 год. Дно было у них, получается, вот здесь в 1940 году, когда союзники потерпели поражение во Франции. Здесь, получается, на этом графике ключевые события. Вот дальше тут в 1941 году Германия нападает на Россию, США вступает в войну, потеря Сингапура, Сталинград. Мы видим, что акции Англии стали расти после вот этого вот события, после поражения. Они только и делали, что росли. Теперь посмотрим на наш индекс московской биржи. Вот смотрите, здесь у нас пик 2021 года. Потом падение в первый день начала СВО. Здесь выходили не резиденты, а истинное дно нашего рынка было вот здесь. Это у нас, получается, сентябрь 2022 года. А что тогда произошло? Тогда произошло обрушение фронта у нас в Изюме, Балаклее и начало мобилизации. То есть у нас в это время была самая критическая ситуация на фронтах. То же самое было в 1940 году у англичан. После чего, смотрите, как у них рынок стал расти. И я не исключаю, что и наш рынок продолжит расти, если у нас все будет хорошо на фронтах. Поэтому фактор геополитики для нас во многом остается решающий. Сюрпризы негативные могут в любой момент эти черные лебеди прилететь. Ожидается, кстати, в самое ближайшее время, май и июнь, обострение. В том числе, там, к Дню Победы, к инаугурации президента, к визиту президента в Китай. Об этом еще сегодня поговорим. В общем, держим это в голове. Но теперь ближе переходим к теме, уже к тактическим идеям. Соответственно, май – это что у нас прежде всего? Ну, конечно же, это уже начало активного дивидендного сезона. И вот на этом слайде у нас все компании, которые будут выплачивать последний день для покупки, дата выплаты, доходности дивидендной выплаты. Поэтому сохраняйте себе, если у вас нет этой информации. И первая компания, которую я для вас подсвечу, будет Лукойл. Значит, смотрите, все идеи, о которых я вам говорю, это просто, скажем так, добавляя фокуса на этой компании. Может быть, вы это упустили или вообще даже не смотрели в эту сторону. То есть, это не означает, что эта компания вырастет в мае, там, Лукойл условно. Просто я вам расскажу об идеях, а вы уже сами самостоятельно принимаете решение. Причем, вот эта подборка, она будет более рискованная по сравнению с предыдущими подборками. Итак, первая идея Лукойл. Значит, утверждены дивиденды за 23 год. Финальный дивиденд 500 рублей, 6,2% доходность к текущей цене. Последний день под дивиденды для покупки это 6 мая 2024 года. То есть, вот уж совсем скоро. Если мы с вами посмотрим на историю дивидендных гэпов Лукойла, то в первую очередь важно сказать то, что все дивидендные гэпы закрыты. Коллеги тут проанализировали все дивидендные гэпы и пришли к мнению, что среднее закрытие дивидендного гэпа это всего лишь 15-30 дней. К примеру, прошлый дивиденд сопоставимая сумма была 447 рублей, это 6,5% это была дивидендная доходность к отсечке. Тот дивиденд предыдущий был закрыт всего за 16 дней. То есть, первая идея это покупка Лукойла сразу же утром на дивидендном гэпе. И ожидание того, что за ближайший там условный месяц вы получите 6% с этой бумаги. Но если мы говорим уже не о тактических идеях, а о более каком-то долгом сроке, тогда есть отличная, кстати, возможность купить бумагу уже сейчас, получить этот дивиденд, и когда вы его получите, потом реинвестировать обратно. Таким образом, надеясь на эффект сложного процента. Следующая компания это Московская биржа. Не удалось в апреле им собрать кворум и утвердить дивиденды. Теперь это заседание перенесли на 31 мая. Но я думаю, что никаких сомнений в том, что дивиденды будут утверждены, нет. Тем временем, Московская биржа опубликовала результаты торгов в апреле 2024 года. Продолжают сумасшедшими темпами расти объемы торгов. Общий объем торгов составил 125 триллионов рублей, и это плюс почти 40% в год к году. То есть, можно ожидать здесь продолжения роста комиссионных доходов. Я недавно обновил в телеге карточку Московской биржи. Сейчас справедливая стоимость или таргет установлен в размере 251 рубль. Прогноз от 29.04. Карточки по другим компаниям вы найдете всегда в нашей группе, которая называется Путь инвестора. Там вот такой закрепленный комментарий с моими топ-подборками по акциям, по дивидендным акциям, по растущим акциям. Если ссылка активна, просто нажимаете на нее и переходите вот на такую карточку компании. Также в этой группе всегда найдете актуальные комментарии по рынку, аналитика. Все бесплатно подписывайтесь. Другой наш проект. Российские акции. Очень актуально все новости по дивидендам, по отчетам. Путь трейдера. Это канал с моими сделками, трейдинг. Инсайдер Московской биржи. Это автоматизированный шпион, бот, помощник для торговли. Поэтому подписывайтесь. Все ссылки будут внизу в описании, в заявленном комментарии. Также от меня рекомендация нескольких авторов на ютубе по облигациям. Это Кирилл, автор ютуб-канала Захаров Инвест. В 12.00 по воскресенье выпускает ролики по акциям. Это выдающийся аналитик Олег Кузьмичев. В 21.00 по воскресеньям его стримы. Также рекомендую подписаться на ребят. Возвращаемся к Московской бирже. Посмотрите на этот график. Активные счета продолжают расти невероятными темпами. Что касается драйвера именно в мае, то безусловно это отчет за первый квартал. Он именно в мае будет опубликован. Но помимо комиссионных доходов, которые вырастут на десятки процентов год к году, не забываем, что Мосбирж зарабатывает и на процентных доходах. Потому что у нас высокие ставки. Мосбиржа это бенефициар высоких ставок. А нам недавно дали сигнал, что высокие ставки у нас надолго. Ну и также напоминаю, что замороженные деньги нерезидентов, которые копятся на счетах типа S, также Мосбиржа с них получает деньги. Именно по этим всем причинам я и подсветил для вас эту историю в мае. Двигаемся дальше. Третья история это лента. Рассказывал я об этой компании 28 января 2024 года. В ролике, который назывался «Купи эти акции, сорви куш». Кстати, было мало просмотров, на удивление. Хотя я там говорил про ленту, которая выросла с тех пор, ну точнее не с тех пор, а с начала года на 80%. Но основной рост пришелся вот на последние месяцы. Все почему? Несколько причин есть. Во-первых, лента приобрела монетку. Тем самым, когда она начала в отчетности указывать результаты вместе с лентой, мы увидим, что в первом квартале 2024 года выручка ленты выросла на 62%, Like for Like Traffic на 7%, Like for Like выручка на 18% и выручка на квадратметр на 25%. Ну и конечно же, это результаты номер один во всем секторе ритейл. Ну тут надо понимать, что в первом квартале 2023 года это была низкая база, ужасный результат это демонстрировала лента. Поэтому тоже надо понимать это. Поэтому надо глубже погружаться в отчеты, как, например, это делает Анатолий Полубояринов из «Мозговика», который первым подсветил, по крайней мере для меня, эту историю. Кстати, сейчас у «Мозговика» именно по ленте таргет, ну справедливая стоимость, это полторы тысячи рублей. Я здесь с ними абсолютно согласен. Так вот, посмотрите на динамику сопоставимых продаж год к году. А в эту динамику продаж монетка не входит. И вот смотрите, как я вам сказал, первый квартал 2023 года – это самое дно, с чем сейчас сравнивался отчет за первый квартал 2024 года. Поэтому в том числе такие выдающиеся результаты. То есть это и дно, и плюс эффект покупки монетки. Но посмотрите, как дальше стала выравниваться ситуация по like for like. Здесь получается на 18,2% растут они год к году. Сейчас, в первом квартале 2024 года, то есть без учета монетки. То есть я бы обратил ваше внимание на эту компанию. Да, она уже существенно выросла, но надо понимать, что она может расти и дальше. Друзья, также хочу напомнить, что ведуя публичный портфель, он называется «Вечно зеленый портфель», долгосрочная стратегия, она всего лишь 3 месяца существует. Максимальная просадка за это время всего была 2%. Людей сейчас, которые доверили, деньги под управление отдали 186 человек, это до 100 миллионов рублей сейчас в управлении. Минимальная сумма для подключения 40 тысяч. На данный момент результат вот такой, 9,6%, уступая индексу. Но здесь все, почему? Потому что здесь риски инвестирования ниже, чем, допустим, если у вас портфель на 100% из акций состоит. Потому что 20% здесь у меня золото, 20% фонда денежного рынка, 20% облигаций и 40% российские акции. Недавно стратегия доходила до плюс 11%, но потом золото очень сильно упало, также рубль у нас укрепился, и за счет этого в основном вот такие потери произошли. У меня, как говорится, все по-честному, своя шкура в игре. Я также подключен на свой портфель вечно зеленый. У меня сейчас там 800 тысяч, но я планирую потихонечку увеличивать. Всем, кому это интересно, подписывайтесь на меня в соцсети Pulse. Путь инвестора, вот так мой ник там выглядит. Еще один портфель, который я отслеживаю, это портфель аналитиков на 2024 год. Проанализировав 16 стратегий, я собрал вот такой портфель на 70 тысяч. С начала года он уже прибавляет 25%, то есть было 70 тысяч, сейчас уже 88 тысяч рублей. Причем недавно я сделал апдейт, по мнению аналитиков, на второй квартал 2024 года. Ссылку оставлю вот здесь на ролик. Это предыдущий ролик на канале, можете посмотреть. Ну а теперь переходим к рискованным идеям. И сначала такая подводка. Итак, 15-16 мая Владимир Владимирович Путин совершит свой первый визит после инаугурации в Китай. Это говорит о приоритетах России. Напомню вам, что Си Цзиньпинь также свой первый официальный визит после последней инаугурации совершил в Россию. То есть два крупнейших геополитических партнера явно подают сигнал всему миру, на кого они ориентируются и с кем выстраивают свое стратегическое партнерство. Из интересного, Путин прибудет в Китай после того, как господин Си завершит свой первый за 5 лет визит в Европейский Союз. Он должен посетить Францию, Сербию и Венгрию в рамках турне, который начнется 5 мая. Там в том числе будет обсуждаться и конфликт. Но если ближе к теме сегодняшнего ролика, то есть вероятность того, что в ходе визита будут подписаны важные соглашения, в которых могут быть задействованы такие компании, как Роснефть, Газпром, ТМК и Интерао. И вот мы подходим к первой рискованной идее на май. Все-таки я решил включить Газпром. Почему? Об этом чуть позже. Конечно же все увидели вот эти заголовки, что Газпром впервые за четверть века получил годовой убыток по МСФО. Но, конечно, дело тут не только в заголовках. Тут на самом деле дело в том, что отчет оказался очень слабым. Что мы увидели? В первую очередь мы увидели, если посмотрим на ебеда Газпрома, то в 2023 году, посмотрите, это самое низкое значение за последние годы. Еще из важного, это то, что чистый долг и беда вырос до почти до трех против единицы в 2022 году. А мы знаем, что если он выше двух с половиной, то там по дивидендной политике разрешается уже платить меньше, либо вообще не платить там на усмотрение уже. Но при этом скорректированная чистая прибыль составляет примерно 725 миллиардов рублей, что в 50% норме выплат дает дивиденд в размере 15,3 рубля. Но при такой долговой нагрузке есть ли в этом смысл? Здесь опять-таки мы упираемся в веру. В такие вещи надо просто верить. Ну и как говорится, многие верят. Если мы посмотрим на свежие прогнозы аналитиков, то СберСиАйБ считает, что это будет 7,5 рублей или 4,8 процента, ВТБ 6,3 процента, БКС 8,2 процента или 13 рублей. Синара 15,3, 9,7 процента. Если мы посмотрим на график Газпрома, мы увидим, что вот буквально до отчета подходили уже к уровню 170 рублей. После выхода отчета 2 дня таких вот падений и сейчас текущая стоимость Газпрома 155 рублей. И вот я сделаю хитрый ход. В мае Газпром я буду рекомендовать именно от вот этой цифры, от 155 рублей. То есть я считаю, что отсюда мы должны показать рост. Какие драйверы же для этого есть? Во-первых, все еще остается опция дивидендов. На мой взгляд, сейчас рынок посчитал так, что дивидендов вообще не будет. Хотя мы понимаем, что шанс на дивиденды хотя бы на какие-то он остается. Плюс у нас остается два майских драйвера для роста. Первое это визит Путина в Китай и возможное подписание соглашения о силе Сибири 2. Об этом чуть-чуть позже расскажу. И возможный уход Миллера и приход Новака на должность председателя правления Газпрома. Ходят такие слухи. Мы понимаем, что рынок воспримет потенциально такую новость положительно. Теперь возвращаемся к силе Сибири 2. Год назад, в марте 23-го года Си Цзиньпинь приезжал в Россию. Это был, напоминаю, первый официальный визит после инаугурации. И тогда Путин заявлял, что практически все параметры по проекту Сила Сибири 2 согласованы. Это, напоминаю, 50 миллиардов кубометров газа в год. И вот кусочек графика 23-го года. Посмотрите, что произошло в марте. За это время, ну тут получается, от марта до апреля Газпром вырос, вот я брал от текущей, от сих до сих, как говорится, на 10 процентов. Только на вот этой новости. Есть осторожные надежды, вера, когда мы говорим о Газпроме, здесь, видимо, только вера работает, что действительно будет все-таки подписано соглашение по Силе Сибири 2. Но этот проект на самом деле выгоден не только России, он и Китаю выгоден, и он Китаю необходим для его энергетической безопасности. Вот такая тактическая идея, отсчет ввиду от 155 рублей. Посмотрим, как откроемся мы в июне 24-го года. Давайте подытожим. Газпром, считаю, рискованная идея, даже от уровня 155 рублей, потому что сейчас идет негативный сентимент. Ну и второе, вы обратили внимание, сколько раз я сказал слово вера, хотя и аргументация была. В первую очередь, конечно же, предлагаю всем всегда следить именно за аргументацией какой-то идеи. Друзья, ну и последняя идея на сегодня, также рискованная, еще один газовик, Новотек, также по которому сейчас негативный сентимент, но он на самом деле выравнивается. Вот впервые пришла, наверное, положительная новость, что Новотек планирует начать тестовый запуск третьей установки фракционирования конденсата в услуге в середине июня 24-го года. Запуск новой установки позволит Новотек увеличить экспорт нафты до 0,5-0,6 миллионов тонн в месяц. До этого мы получали только негативные новости. На этой неделе также была негативная новость о том, что суда, которые обслуживают проект Артик СПГ-2, иностранные суда, попали под санкции США. И как раз на что я обратил свое внимание, что на последнюю негативную новость цена Новотека практически не отреагировала. Это на самом деле хороший именно технический сигнал. То есть идея в Новотеке она больше даже техническая. Мы приближаемся к очень сильному уровню поддержки, который расположен на уровне 1212 рублей. То есть фактически мы сейчас уже находимся в зоне подбора. Хотя, конечно, идеальные условия для покупки сложились бы, если мы преодолели бы вот такую вот линию тренда нисходящую. Этого пока сейчас не происходит, стоит признать. Ну, условно, по технике, если мы говорим о трейдинге, то ставим стоп ниже 1200 рублей. И потенциал у нас, вот если мы здесь снижаемся несколько процентов, при том, что если мы вырастим, то здесь первая цель роста будет в районе там 1400 рублей. То есть если подытожить, считаю, что уже сейчас на уровнях тех, которых мы торгуемся, весь негатив, который может быть, он уже заложен в стоимость. Также обратил бы ваше внимание, что многие управляющие на этих уровнях уже готовы приобретать новотек. Друзья, на этом у меня на сегодня все. Обязательно поставьте лайк этому ролику, если он был полезен. Напишите комментарий в поддержку. Еще не приходят, напишите мой любимый комментарий. А на этом у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Я подсветил для вас истории, а самостоятельное инвестиционное решение вы именно принимаете, а не я за вас.